МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад служить вам сегодня. Я не один, я с братьями-служителями, благословенные служители, гости. Брат Виктор Копец. Приветствую, брат Виктор. Да, приветствую. Очень рад видеть вас вновь здесь. И очень рад общаться с телезрителями. Желаю всем благословений. И также, чтобы эта передача наша, это шоу, чтобы она принесла благодать слушателям. Пусть Бог благословит всех. Спасибо. И также, пастор Николай. Яковлевич Копец также. Я также очень рад быть в вашей студии. Рад приветствовать всех телезрителей. Я приехал с Украины. Прежде всего, посетить брата моего, Виктора, который уже здесь много находится в Америке. Он служит в церкви. А я рад посетить его и вместе с ним бывать в наших славянских церквях тут. Это бы я и хотел спросить. Я хотел задать вопрос. То есть, вы являетесь братьями не только по духу, но также и по плоти. Да. Мы родные братья. Дети одного отца. Мы родные братья. Кстати, брат Виктор, сколько у вас в семье было? Нас вот я и брат, еще две сестры. Две сестры. Все служат Господу. Все знают Господа. Слава Богу. Нас четверо. Наши родители, мы все верующие с детства. Николай Яковлевич, вы говорите, вы посещали церква здесь, были в церквах. Хотя мы транслируем и нас сегодня слушают много и смотрят зрители в странах СНГ также. Но тем не менее, вы видите разницу между служащими в церквах. Здесь, как мы говорим, нашими братьями и сестрами, евангельских христиан, ну и те богослужения, которые вы проводите в вашей церкви. Какую вы разницу заметили? Вы можете в слово разницу включить все, что угодно. И дух церкви, и внешность, можете включить и характер богослужения, то есть все можете включить. Какая разница? Ну, так сказать, большой разницы нету. Большой разницы нету. Но есть разные церкви. Есть церкви, которые более так направлены, чтобы устами прославить Господа, восхвалить Господа. Больше так, чтобы было эмоциональное служение. В нашей церкви тоже мы стараемся так же само. Может быть, немножко я считаю, что очень важно, чтобы во всем этом мы не только устами прославляли Господа, но прежде всего воспитывали в людей почтение и благовение перед Богом. Потому что Он наш Создатель, Творец, Он Господь, Бог наш. Несмотря на то, что Он назвал нас и детьми своими, Он сказал, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, это не значит, что мы с Богом можем вот так, как с вами или с братом я могу вот так общаться. То есть я задам вопрос. То есть вы не заметили благовение в богослужении в эмигрантских церквах, да? Не, не, я не сказал. Нет, я просто сказал о преимуществе, потому что формы служения могут быть разные. Но чтобы вот это благовение перед Богом... То есть вы заметили, что форма богослужения, я конкретно, я люблю человека, я конкретный. То есть вы заметили, что вот на поставленный мной вопрос видите разницу между нашими церквами и вашими в тем, что отсутствует элемент такого более благовейного служения Богу вот здесь, чем вы видите это у вас. Так или нет? Потому что я спросил разницу, и вы начали говорить о том, что все-таки важно, чтобы мы не только в воскресном служении прославляли Господа, но также, чтобы вот эта жизнь наша была. Ну, не совсем так. Я не могу сказать, что у нас благовейно, а здесь нет. Я просто говорю о разности некоторых церквей разных, что в одних есть более поставлен этот элемент на то, что почитать и благоветь перед Богом, смирение, почтение. В других немножечко это... Понятно. Немножко как-то... То есть в этом разница. В этом разница. Есть такая разница. Теперь, а такой вопрос, вот откровение, которое звучит в церкви. Направление проповедей, которое Бог дает пастырям, когда вы служите в ваших церквах в Украине. Затем пророческое слово, если таковое имеется. Вы видите ли вы какое-то отличие между тем, что Господь говорит там? Доступно я задаю вопрос или нет? В пророческом слове. Потом в направлении тематики проповедей. Даже я это имею в виду. Или в основном оно... Хотя я бываю, я много бываю. Я вопрос не с тем, что я не знаю. Я бываю много в Украине и в других странах. Но я имею в виду, вот вы как глазами служителя, глазами пресвитера. Что вы видите? Господь одинаково говорит, что, например, если это пророческое слово, что год грядущий нам готовит, или что месяц грядущий нам готовит, когда Господь говорит, есть ли это вот именно у вас разница и здесь, когда вы были в церквах? Ну, я скажу, что я всего здесь неделю. И еще мало бывал в церквах, не знаю, как здесь. Но считаю, что прежде всего мы должны основываться на слове Божьем. Это вернейшее пророческое слово. И второе, что все же мы должны быть всегда готовы к встрече с Богом. То есть Господь говорит о том, что надо готовиться к встрече. Да, потому что не только мы ожидаем второго пришествия Господа на нашу жизнь, она каждый день не в наших руках. И в любой момент человек может предстать перед Богом, и он должен быть готовым. Поэтому мы должны быть христианами готовыми, каждый день предстать перед Господом, вот так жить. То есть в направлении проповедей, в основном у вас направление идет в проповеди, в служении, это готовность к встрече с Богом. А готовность к встрече с Богом и практическая жизнь. Все-таки мы не знаем, когда это будет встреча, а нам нужно жить на земле, среди людей жить. Поэтому как жить, являть добрые дела, свидетельствовать, спасать других людей. Пока мы живем, мы должны жить реальной вот этой жизнью, которой призвал нас Господь. Но в то же время за собой следить. То есть разницы тогда нет, тогда это то же самое и здесь. Да, я так думаю. То же самое и на североамериканском континенте, те же самые проповеди звучат. Понятно, понятно. Есть ли такой элемент, присутствует ли элемент, когда мы преподаем слово в церквах, что мы нацелием молодежь, вы нацелиете молодежь на более сильные формы благовестия, более активные формы благовестия. Потому что у нас это отсутствует. У нас, как мы говорим, на североамериканском континенте, включая Канаду, Америку, здесь англоязычное население. И нашей молодежи, если и проявлять себя, так это проявлять в среде. Хотя есть много русскоговорящих, несомненно. Но тем не менее, когда я бываю в Украине или в России, там, куда не повернешь, там свой язык. И почва, и территория для того, чтобы активно привлекать к Богу, там обширно, намного обширнее, чем здесь. Поэтому как удается вам держать этот пульс для того, чтобы молодежь привлекала? Не просто вот, ну, себя спасала. Мы сидим, мы уже спасены. И мы удовлетворены тем, что мы спасены. А более активно, более настойчиво, более так, как Христос говорил, идите, проповедуйте Иоанна. Или есть у вас такое? Или такая чувствуется, вот какая-то вот такая дремота пришла в стан? Возможность есть. К сожалению, немножечко оно уже так. Но было время, когда развалилась коммунистическая вот эта идеология. И начались евангелизации. Во-первых, верующим дали возможность проповедовать. И это было очень вдохновенно, что наконец-то мы имеем свободу говорить людям, призывать. И дальше верующие были очень активны. Ну и была почва среди людей. Тоже люди жаждали услышать о Слове Божьем. И тут открылось, поэтому были моменты такой большой евангелизационной кампании, когда по Украине проповедовалось, и многие каялись люди, выходили десятками, даже больше людей сразу за евангелизационное собрание. Но теперь в чем причина, что это приустыло? Интерес людей все же приостыл. И даже когда делается евангелизационное собрание, и уличные, и молодежь выходит на улицу, иногда попеть, многие проходят мимо, не останавливаясь. Может, услышали. Может быть, верующие себя немножко как-то показали некоторые с другой стороны, как-то интерес пропал. Поэтому мы делаем и поощряем и теперь, при возможности. Где-то стараемся молодежь, где детские учреждения, слаборазвитые детей, санатории, где лечатся, туда в больницы, чтобы ходили, где более почва такая восприимчивая. Потому что к евангелизациям большим не сильно такой большой интерес. Ну и еще одно, к чему мы сейчас поощряем, это личные свидетельства и контакт каждого человека лично. Индивидуальный. Индивидуальный. Это может быть сейчас самый эффективный метод. Когда человек на работе, в трамвае, везде старается спасти человека, который находится рядом с ним. Ведь мы не должны безучастны быть. Я спасенный, слава Богу. А человеку рядом промолчу. Не скажу. Привезти его как-то за руку. Друзья, вы, наверное, поняли, если вы, возможно, впервые встречаетесь с нами, что мы евангельские христиане. И мы чуть отличаемся от других конфессий. Видите, даже ряс у нас нет. На голове никакой шапки нет. И крестов на груди нет. То есть мы евангельские христиане. Евангельские христиане. Самая простая форма объяснений мной, что такое евангельские христиане, мы придерживаемся буквы и духа Писания. Вот так как написано в Писании, так мы... То есть, наше начало идет с первоапостольской церкви. Вот так как начали служить христиане первоапостольской церкви 2000 лет назад, по рождению Христа, вот на сегодняшний момент, когда Христос основал эту церковь, из числа 12 апостолов в начале, а затем они проповедовали, начали собираться люди, и с тех пор и пошло начало и продолжение евангельского христианства. Мы и есть таковые христиане. Потому что есть, когда вы переключаете ваши каналы, там есть православный канал, есть католический канал. Мы, евангельские христиане, еще называют протестантского направления. И вот когда Николай Яковлевич говорит о том, как спасать людей, вот вы взяли это слово, что вы учите людей, учите молодежь выходить и индивидуальным образом спасать людей. Говорить о спасении. О Христе. О Христе Иисусе, совершенно верно. То есть это самое основное, для чего, по большому счету, мы проповедуем Евангелие через телевидение. Для чего и телеканалы «Импакт» существуют. Чтобы говорить людям о спасении, о жизни вечной. Об Иисусе Христе, спасителе всего мира. Поэтому о его живом слове. О важности святой, богоугодной жизни, которую Бог ожидает от нас. Поэтому и вот о таком спасении мы и говорим. Что есть вечная жизнь. Что человек без покаяния. Что человек без Бога, он идет прямым сообщением в преисподнюю. Без веры в живого, святого, всемогущего, великого Бога, который отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Который пролил свою кровь на кресте Голгофы. Без веры в то, что Бог совершил. Человек спастись не может. Поэтому мы вот из-за этого настойчивы и говорим о спасении. И говорим о церквах. Говорим о наших человеческих, христианских взаимоотношениях. И о том, каким образом мы должны быть светом. Каким образом мы должны влиять на этот мир. Для того, чтобы приводить людей ко Христу. Ко встрече с живым, всемогущим Господом. Поэтому хорошо. Вы в Одессе находитесь. И Украина на сегодняшний момент переживает не самые блестящие периоды своей истории. Многовековой истории. Не самые блестящие. Ходшие времена трудные. Потому что мы знаем, что происходит на востоке Украины. Каким образом вы, как церковь, содействуете тому, чтобы помогать людям в этот период, в эти дни? Ну, как церковь, лично мы немножко далеко от этих, от востока, от Донбасса. То мы собираем помощь людям. В частности, в нашей церкви недавно мы организовали контейнер одежды, продуктов. И переслали туда тем церквям, которые там будут распространять это нуждающимся людям. Мы не говорим только верующим, но всем, кто там нуждается. Это так. Это мы один раз сделали. И вот теперь я уезжал. Второй раз тоже наша церковь опять, где-то через месяц, снова послала тоже туда помощь. Это одно. Мы чем можем? Мы, как церковь, мы призваны вести миротворческую деятельность. И призываем людей к миру, чтобы мирным путем как-то решать все эти конфликты. Потому что война, это горе, это страдают невинные люди, дети. Поэтому не к этому призвал Господь. Господь призывает к миру. Поэтому и там церкви тоже ведут вот такую миротворческую деятельность, чтобы как одну и другую сторону призывать, чтобы люди жили как можно ближе в мире. Хотя это не удается. Хотя это не удается, потому что... Потому что, наверное, политики должны делать свое дело, соответственно. Но церковь все-таки, она имеет вес, она имеет голос, по крайней мере, должна иметь. Она имеет, по крайней мере, должна иметь авторитет. Авторитет для того, чтобы быть действительно этим связующим звеном. Потому что без Бога, без Бога люди убивают друг друга, люди уничтожают, не считаются. Когда жизнь человека не в цене совершенно, и человек поднимает оружие, вот, какой-нибудь террорист, чтобы убивать мирных людей, уничтожать, понятно, что это от дьявола. Написано о дьяволе, он пришел украсть, убить и погубить. Вот это его... Вот, и когда человек убиенным, когда его душа воцаряется в страну молчания, переходит в мир иной, без Бога. Все, это пропало. Это пропало на веки веков. Поэтому, слава Богу, что церковь... Потому что мы тоже помогаем, мы активно отсюда помогаем. Да, мы знаем. Да, на Востоке. И материально помогаем, и как служение, импакт мы помогаем, благодаря нашим партнерам, которые содействуют. Поэтому помогаем и в Донецке, помогаем и в Славянске, помогаем и за пределами, и в Луганской области. Поэтому спасибо, друзья. Пользуясь возможностью, я хочу выразить вам огромную благодарность, что вы откликнулись и откликаетесь щедро. Некоторые из вас просто для того, чтобы... Потому что вам не безразлично. И, знаете, в этот период времени, в этот период церкви, есть возможность, когда церковь, действительно, она заявит о себе, как тот организм. Это не просто организация, а вот это не невидимо, но реальное проявление чудес Господних. Благодати Господней, милости Господней, любви Божией к человеку. Это прекрасная возможность для нас. И те, которые... И из нас, друзья, те, которые не игнорируют и не пропускают такой возможности, чтобы проявить не просто любовь словом, но делом доказать. Если это наши финансы, мы участвуем в этом нашими финансами. Мы не считаемся с тем, что мне еще надо очередную новую машину купить или очередной дом новый приобрести. Мы понимаем, что есть другая жизнь, что наши соотечественники, наши собратья, наши люди, они проходят такой тяжелый момент в жизни, и поэтому мы помогаем им. И Бог до вас даст и вознаградит вас много и обильно. Поэтому я держу в своих руках, Виктор Яковлевич, вы автор многих книг. И Виктор Яковлевич, у нас в эфире не первый раз. Ряд из эфиров, мы провели несколько интересных эфиров с вами, были на программе «Влияние». И когда я узнал, что у вас очередная книга из-под пера вышла, я думаю, что это будет благословение. Об этом мы и поговорим сегодня. Лицом к истине. Виктор Копец. Книга уже издана. Она может быть где-то приобретенена нашими зрителями? Да, она может быть здесь, в Сакраменто, в книжном магазине она есть. Также в церкви Вифаня Сакраменто есть. Ну и есть мой веб-сайт, имейн, там можно просто... Здорово. И также мой номер телефона. Мой телефон, можно позвонить и заказать книгу. Я могу даже вам сказать, мой номер телефона 760-617-2525. Это здесь, я проживаю в Калифорнии. Вы можете позвонить мне на этот номер телефона. Здорово. 760-617-2525. И это проще всего. Я могу выслать с удовольствием вам любую из книг, или же сборники, песенники, нотные, новые песни. Могу выслать вам все, что вас интересует для вашей церкви, лично для каждого из вас. Потому что этим только я буду рад поделиться с каждым. Потому что, естественно, каждая книга, которую я пишу, или же песню, или стихотворение, так дальше. Для этого требуется очень много посвященности. Знаете, много нужной эмоций, время и все. И я очень рад поделиться этим больше, чтобы мое творчество не только было в моей библиотеке, или там еще у некоторых. Но чтобы у каждого желающего были мои книги, и мои, так сказать, песенники, и сборники стихов, и так дальше. Чтобы были у каждого желающего. Поэтому, если вы мне позвоните, я стараюсь вам каждому помочь этим и выслать вам по почте. Возможно, ни в каком другом грехе люди так массово не задействованы, как в лицемерии. И никакой другой грех не проявляется так часто, как грех лицемерия. Это вы пишете. Да, это я пишу, и моя книга так и называется «Лицом кистини». То есть, чтобы мы в своей жизни не проявляли лицемерие. Это, оказывается, по Писанию есть грех. И даже немалый грех. То есть, если у нас проявляется, так сказать, двойственная жизнь, лицемерие, это не угодно Богу, и это не нравится людям, и обществу. И мы тоже на своем месте перед Богом. В общем, эта книга, те люди, которые ее читали, имеют к ней, так сказать, хорошие отзывы, я слышу о ней. И там есть очень много знаний и практических знаний, как нам жить практически. То есть, получается, что зачастую мы, когда в наших отношениях, мы меряем лицо человека. Лицемерие идет от двоих составляющих. Лицо и мерять. Лицемерие. Вместо того, чтобы... Бог на сердце смотрит, Писание даже говорит. Но мы же меряем лицо. Мы измеряем лицо. А Бог проникает глубже. Бог имеет возможность проникать, углубляться в сердце человека и испытывать сердце человека. А почему человек, почему человек, он склонен лицом мерять? Во-первых, потому что человек испорченный своей греховной натурой. Второе, что человек не осознает то, даже не говоря, человек неверующий, но и верующий. Вот иногда забывает о том, что Бог в равной мере, Он как видит снаружи нас, так как мы видим друг друга, лицо, точно так Он проникает и видит наши мысли и наши действия, наши замыслы. То есть, Бога мы не можем обмануть или проявить лицемерие по отношению к Богу. Это просто мы будем обманывать самих себя, когда мы так делаем, поступаем. Но, к сожалению, человека мы можем провести, можем обмануть. И такой грех, он очень распространен в мире. И даже среди верующих людей проявляются такие вот вещи. И на эту тему я почему-то не мог особо найти в библиотеке конкретно какую-то книгу. И я решил, что именно эту тему нужно ее раскрыть больше. На основании библейского писания. Слово Божьего. Раскрыть. И я думаю, что достаточно, мне получилось ее раскрыть так, что я сейчас не могу за пять минут ее всю рассказать. Это нужно ее просто иметь и прочитать. Затем следующая книга, Виктор Копец. Что говорит Библия о браке? Это вы также издали эту книгу. Она, кстати, также есть, наверное, в магазинах. Глава пятая. Вот я сразу открыл главу пятую. Бог не хочет разводов. А статистика говорит, что свыше 50 распадающихся браков. Процентов. Свыше 50, да. То есть тут явно знамения последнего времени говорят о том, что куда-то не туда мы идем. Да, видите ли, о браке книг есть довольно христианских много. Но вместе с тем, моя книга, я бы сказал, она имеет свою специфику. Она имеет то, чего в других книгах даже не найдете. Во-первых, то, что там есть такие разделы, где я напрямую просто касаюсь отношений, касаюсь греха или грехов распространенных, которые сейчас узаканиваются. Понимаете? Которые узаканиваются. Просто я раскрываю их на основании Писания, что это грех и это большой грех. Второе, эта книга будет полезна для любого служителя и пастыря. Почему? Потому что я раскрываю глубоко, и мне уже об этом говорили и другие пастыри, эту мысль, что раскрыта глубоко доктрина, евангельская, библейская доктрина, как разрешать на основании Священного Писания вопросы повторных браков, разводов. То есть, повторных браков, то есть, этот вопрос должен рассматриваться в церквах или не должен рассматриваться? Видите, бывает так, что пастырь говорит, что, ну вот, у тебя проблема, у тебя повторный брак или еще что-то. Решай ее на стороне. И он решает или избавится от этого члена, этих людей, чтобы они не шли... Пусть другие решают. Пусть другие решают. Понимаете? Потому что, в принципе, это очень сложнейший вопрос. Я же пишу в этой книге, что никто другой, никакая институция, так сказать, не может разрешить эти вопросы, кроме пастыра, где находятся эти люди. Он ответственный, понимаете? Иногда просто пастыри боятся, но нет другого решения и другого выхода, чтобы кто-то другой помог. Вот я считаю, брат Виктор, но я говорю вам, это слова Иисуса Христа, «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Матфея 19.9. И вы пишете, в современном русском переводе 2011 года, в кавычках, «И женившийся на разведенной прелюбодействует», закрываются кавычки, вы пишете, «отсутствует». Не указано в этом стихе, разведенное виновное в разводе или нет. Поэтому в современном переводе убираются много неясностей второй половины этого стиха. Приложите толкование к этому. Понимаете, в чем суть дела? Что есть много различных толкований на эту тему. Даже пастыри. И я же вижу, что это неправильно, это не то. Вот говорят так, что второй раз мужчине можно жениться, женщина не может выходить, допустим, замуж второй раз. Или же еще как-то сказано там. Но если идет речь о том, что был развод, ну, это говорится о том, что две стороны в этом задействованы, муж и жена. Муж и жена. Может быть. Может быть. Я не говорю о степени виновности. Совершенно верно. Вот я это. Не говорю о степени виновности. И степень виновности вообще трудно иногда, очень трудно, так сказать, вычислить, кто же из них все-таки больше, кто меньше виноват. Но вместе с тем, что обе стороны могут быть виновны. Обе. И больше всего, что так бывает. Ну, бывает одна сторона может быть виновна. И если говорить о том, что все, если ты, допустим, развелась, или ты разводной, и все, в твоей жизни уже все закрыто. Навсегда. На всю твою жизнь ты не можешь иметь другой брак или еще как-то. Жизнь человека одна. Один раз. Понимаете? Может быть, брат невиновный. Может быть, сестра невиновна. И если просто закрывать перед людьми возможность иметь брак, христианский брак, и иметь потом семью или еще как-то, понимаете, то иногда просто люди нас не будут понимать. Писание во многих местах четко даже не говорит, не объясняет это. По сути, это надо глубоко углубляться в том, в том, в писании. Поэтому книга раскрывает, в каких случаях есть возможности повторных браков. В каких случаях нет возможности повторных браков виновной стороне, невиновной стороне. Вот. И это очень сложные вопросы. Хорошо. Их нельзя... Николай Яковлевич, а вы в церквах, как вы вот эти вопросы рассматриваете? Может, вы обвините нас в, скажем, в либерализме, таком западном, американском. И вы скажете, категорически нет. И по причине смерти допускается, это понятно. По причине смерти одной из супругов. Но вот по причине каких-то других проявлений мы традиционно рассматривали и придерживались буквы писания. Буквы писания всегда о том, что недопускаемо. Недопускаемо. Пока мы не пересекли границу западного мира, где, к сожалению, глубокому, великому прискорбию в церквах наблюдается 50%, 40% разводов. Это в англоязычном. Оно сейчас и там довольно прилично много разводов. Как вы считаете этот вопрос? Ну, это действительно у нас тоже это очень сложные вопросы. Но все-таки мы пытаемся их решать. Мы считаем, что это большая трагедия, если развод. Большая трагедия. И очень скрупулезно подходим к каждому вопросу отдельно. Сказать, что вообще не разрешать, если развелись, не рассматривать никаких причин, это будет неправильно. Даже Христос сказал, кроме вины, прелюбодеяния, уже есть, видите, вот намек. Поэтому вот этот вопрос учитывается. Ну, и другие такие серьезные обстоятельства, когда сторона невиновная, то мы допускаем повторение брака. Но, опять-таки, у нас, наверное, нет такого среди верующих еще массово. Или как вам сказать? Да, ну, конечно, взять, сказать, традиционные церкви, которые уже, так сказать, давно существующие, верующие. В принципе, в общем, они почти не разводятся. Но надо учитывать обстоятельства то, что когда пришла свобода в Украину, и когда начались массовые иммунизации, и тогда церкви новые образовались практически полностью с неверующих людей. Ну, это масса людей, люди, которые пришли. У них уже был один развод, может, и два развода, и три развода. И дети от разных разводов. И дети, несколько, двое, трое детей от разных мужей. Понимаете? Ну, попробуй сейчас решить этот вопрос и верни к первому мужу, к прежнему мужу. Он уже тоже там женатый, и может быть, два-три раза. Понимаете? Поэтому эти вопросы, в основном, их нужно оставлять на той позиции, в которой они покаялись люди. Обратились к Богу. С кем они, как они живут. Вот держаться, уже, так сказать, этого брака. Понимаете? Вот. Тогда и жена придет к Богу, и муж придет к Богу. Но если мы их начнем разводить или сводить где-то, вспоминать заднюю историю какую-то, понимаете? Это будет не ключево. Хорошо. Вина прелюбодеяния. Вот находятся они, члены церкви. Члены церкви. И он, и она. Вина прелюбодеяния. Допускается ли в этом случае одной из сторон? В Писании Христос говорит, что кроме вины прелюбодеяния. Как вы рассматриваете это? Я рассматриваю это. Если это у вас здесь есть. Очень даже. Пожалуйста. Глубоко. Я рассматриваю этот вопрос так. Что этот мир грешный прелюбодеянный. Что прелюбодеяния совершается массово. В мире. Среди мира. Понимаете? И Писание, в общем-то, оно не дает, в принципе, права на развод. Даже при этой вине. Это как крайняя мера, при которой ты, если ты уже никак не можешь простить. Если ты уже никак не соглашаешься. Если ты настолько уже разбит и разгневан на твою сторону, которая согрешила прелюбодеяния. И уже никак, то ты можешь сделать как крайнее решение, крайний шаг пойти на то, чтобы развестись. И ты будешь свободный. И вы пишете после того, что человек может второй раз, или он, или она женит. Друзья, когда мы принимаем слово, сейчас ответьте на то, когда мы принимаем слово прелюбодеяние, это имеется в виду измена. То есть это язык, церковный язык, библейский язык прелюбодеяния. В простонародье это слово измена. Вот если изменил, об этом то и мы говорим. Я в своей книге прямо пишу измена. Я пишу более современным, простым языком. И у меня вопрос вам был до моей ремарки в эфир о том, что в этом вопросе после этого, если простить уже вы говорите, не может. То есть вы допускаете, что он или она уже свободен для того, чтобы делать повторный брак. Да, ну вот я объясню вам. Дело в том, что говорят и в Ветхом Завете было, Моисей давал разводное письмо и так дальше. Но практически вот это разрешение о разводном письме, Христос его, так сказать, исключает, упражняет. Аннулирует в Новом Завете. Аннулирует в Новом Завете. Вот. Самое лучшее. К миру призвал нас Господь. Самое лучшее это сойтись, простить, забыть и жить вместе. Это идеальный вариант. Это идеальный вариант. Но вместе с тем, если, конечно, явно видно, что одна сторона благочестиво ведет жизнь, она не изменяла. Она любила своего мужа. А муж, допустим, пошел изменил. Или изменял, или много раз это делает и так далее. И на почве основания этого произошел в них развод. То есть, ну или это жена, допустим, так же. Бывает же муж, бывает жена. То другая сторона, другая половина, она не виновна по Писанию. Она не виновна. Писание дает право, хоть крайне меряно, но дает право развода. Вы тоже так понимаете, да? Да, я тоже так понимаю. Я хотел даже дополнить немножечко тоже, что мы, как церковь, и пастыря, служителя, и Слово Божие нас учит, все-таки ввести большую работу к сохранению брака. В этом случае, если даже что-то не было. То есть, лучше просить, иначе развод, это уже трагедия, это трагедия для детей, это все. Лучше простить, забыть и дальше продолжать, если такого не случается. Уже если человек такой, что уже с ним совсем никак нельзя, и он изменяет, и дальше обижает, и оскорбляет, и дальше, ну, все такое. И человек, вторая сторона не выдерживает, то у ней есть уже, как бы, и основание, и причина. Да, ну, еще, если, допустим, в таком случае, вот, произошел развод, ну, вторая сторона свободна. Свободна. Нельзя сказать, что и тебе нельзя замуж выходить, и тебе нельзя второй раз жениться. Но он же будет исключен, если у него проявляется систематически, вот, как мы говорим, грешу и каюсь, грешу и каюсь. Это из года в год переходя, вот, понятно, что в этом случае там есть исключение. Если он исключен, в каком тогда, в какой роли церковь выступает, допускать ему развод или не допускать, он исключен. Ну, или на замечание взял. В этом случае церковь играет какую-то роль в принятии решения, да, позволить ему, ну, она-то свободна, как мы говорим. Она свободна, вы разрешили ей, я так понимаю, братья, вы ей разрешили, потому что, действительно, она не виновна. Вы разрешили ей второй раз выйти замуж. Как в этом случае с ним поступить, если он исключен, и дисциплинарное взыскание в действии, поэтому, то есть он, получается, он совершенно свободен, он свободен от любого воздействия или влияния церкви для принятия решений его повторного брака. Так, его воздействия должны быть направлены на то, если он виновный. Да. Виновный, прежде всего, глубоко покаяться. Да, окей. Покаяться перед церковью, покаяться перед женой, перед семьей. И искать возможности сближения, чтобы соединиться в одну семью. Нет, нет, так, брат Николай, то есть, брат Виктор, да, но она взяла развод. Да. Она взяла развод. И мы ей разрешили замуж выйти. Она уже замуж. Да. Мы сейчас решаем его вопрос, который исключен по вине при влюблении. Я это заметил, вы сказали, покаяние должно произойти в его жизни покаяние. Исповедание, покаяние, то есть, чтобы он возвратился в церковь и был принят церковью. Если она вышла второй раз замуж, законно она была сочитана в церкви, значит, уже возможностей нет никогда никаких соединиться им обратно. Да. Все, он должен забыть, что у него была жена. Ему надо теперь, если он хочет, ему надо покаяться перед Богом, прежде всего. Не ради того, чтобы опять жениться или еще как-то, но просто, чтобы спастись. Спасти душу. Спасти свою душу. Понимаю. Ему нужно покаяться. Ему нужно ходить в церковь собрания и по усмотрению той церкви, в которой он находится, если его братские советы церковь примет, как членом церкви, примет, он будет членом церкви. Он будет членом церкви. Понимаете? Ну, а все последующие, дальнейшие действия его со временем... Церковь может рассматривать? Рассматривает церковь. То есть, или да, или нет тогда, или разрешать ему брак, или нет. Да. Если это молодой человек, он развелся, знаете, 18-19 лет женился, в 21 развелся. Понимаете? И перед ним еще вся жизнь, долгая, длинная жизнь. И он осознал, он покаялся, он поздно, так сказать, уже вернулся, уже к жене своей не может вернуться, она уже замужем. Уже все. Что ему всю жизнь, как ему жизнь, как это. Это уже рассматривает церковь. Понимаете? Друзья, видите, это очень... Потому что на этом разделялись церкви, я знаю, что разделялись в свое время церковь, церкви на двое, и так дальше, потому что это настолько спорные вопросы. Но очень сложно в Библии найти прямые запреты и прямые разрешения. Понимаете? Вот прямые стихи Писания. Надо смотреть на жизнь человека, на все обстоятельства человека, насколько он искренний, предарный, насколько он нуждается и насколько нужно ему семейная жизнь. Брат Виктор, у вас доброе сердце служителя, знаете почему? А на Украине, на Западной у нас исключили до Второго пришествия. До Второго пришествия, чтобы сказали, не возвратим церковь. И на то время я был молодым человеком, во свете сегодняшнего своего духовного роста, на сегодняшний день духовного роста, думаю, до какой надо дойти, но до какой не мудрости. Это я мягко примел слово. Глупости не сказал, но все поняли. Вот для того, чтобы исключить до Второго пришествия. И сказать, что мы тебя вот не примем до Второго пришествия. То есть у вас доброе мягкое сердце. Во-первых, почему? Потому что человек так создан, как естество, что ему нужен брак, понимаете? Физиологически. Физиологически он. Если полностью отказать ему в одной церкви, в другой и везде... Грешить будет. Грешить, он пойдет и будет грешить. И он погубит свою душу. Как вы, когда вы общаетесь, пастыри, когда вы общаетесь... Потому что я знаю, у вас общение есть с разными служителями, епископами, даже по линии братства здесь, пятидесятнического в Америке. Как служители рассматривают? В унисон ли вы с ними? Не со всеми. Не со всеми? Не со всеми, да? Нет, нет, не со всеми. Есть пастыри, которые стоят на той позиции или не, что виновная сторона уже не может быть в браке, что в церкви она не может иметь сочетания, благословения и так далее. То есть пусть уйдет из церкви и все, да? Дальше. Пусть служит Богу, пусть живет так, как есть. Как есть. Есть же другая крайняя сторона в другую сторону, что очень легко принимает все эти вопросы, даже без исследования особой вины, так сказать. Ну, и даже допускает потом до служения и все очень быстро, потому что он проявляет активность и все. Надо, я считаю, что-то такое иметь выдержку, мудрость, среднее, наблюдать за человека, молиться за него, вот, но все-таки дать ему какую-то возможность и надежду, понимаете, на то, что в жизни у него может быть еще семья, радость, он может, внутри очень добрый человек, понимаете, но по ошибке вот у него произошли такие вещи, а другая сторона, может быть, быстро этот вопрос решила, так сказать, развелись и все прочее такое. Ну, это вопрос непростой. Что говорит Библия о браке? Да, это мы, друзья, мы чуть-чуть прошлись, вот, по некоторым книгам брата Виктора, так, последняя книга, кстати, где ваш, дайте, пожалуйста, мне, подайте мне, а ну-ка, это кроме этих. Сборник? Еще один, да, этот я имею, кстати, я имею, это, да. Это, вы даже издали для хоров, вы издали это для, все на небе, все на земле проходящее, да, Сергей Лещук. Когда закроют небо облака, Сергей Лещук, кто такой Сергей Лещук? Сергей Лещук, это очень хороший композитор, прежде всего. Он имеет высшее музыкальное образование, он имеет еще инженерное образование, два диплома имеет. Он очень хороший христианин, он из верующей семьи, его отец пастор, и, кстати, его отец был моим пастором много лет, когда я жил в Одессе. Они сейчас живут в Америке, и здесь... Это Иван Лещук, это кто его? Иван Иванович Лещук, это сын Ивана Фомича, пастора, да, а это Сергей Иванович Лещук, второй сын Ивана Фомича, благословенный брат. И последний живой поток хвалы, пойте Господу песнь новую, это самую последнюю вы издали, да? Нет, это не самый последний, это второй, у меня уже вышел третий сборник. Я знаю, что вы мало очень спите, из-под вашего мира вышли уже, выходят очередные книги, я знаю, что вы мало отдыхаете, трудитесь, так что Библия говорит о браке. От осуждения к оправданию, Виктор Копец, слава тебе Господь, затем сборник песен, не без проникновения, живой поток хвалы, жемчужина хвалы, еще будет... Да, уже есть, три сборника. Лицом к истине, это книга следующая, от осуждения к оправданию, ага, это... Ну, это второй том. Это второй том, второй том книги, да, первый и второй том книги. Затем, последнюю вы еще готовите к верстке, это Иисус Христос, Спаситель мира, это относительно ересей... Да, лжерелигии и культу. Лжерелигии и культу. Да. Кстати, вы уже приглашены, чтобы мы по этой книге вашей прошлись, по лжерелигии, вы приглашены уже на влияние. Хорошо, спасибо, она уже меня готова написать. Давайте мы с удовольствием. Это учебное пособие, это учебник, который... Вы знаете, для зрителей настолько это будет полезно. Нам звонят, нам пишут, присылают, присылают из Харьковской области, из какой-то Винницкой области, вот, где-то меня пригласили к яговистам, я начал ходить к яговистам. Потом мне звонили лично из Сталина, мы начали смотреть ваше телевидение, мы начали... Говорит, мы покаялись в Пятидесятнической церкви, но нас пригласили к себе, по-моему, яговисты или мормоны, и вот мы начали туда, как вы смотрите... Вот, кстати... И вы знаете, мы должны эти темы пройти. Все эти же религии и культы, которые вы назвали, как раз я их раскрываю. Пожалуйста. Я думаю, друзья, это будет интересно, очень интересно. Итак, слава тебе, Господь, Виктор Копис. Слава в чем проявляемая? Да, ну, слава Богу за все, за все милости. Это моя десятая книга. Десятая? Да, это одиннадцатая книга, которая о религиях и культы. А ну-ка, камера, камера, наведите, наведите, вот сейчас, наведите, покажи, пожалуйста, Федор. Это автор десяти... Одиннадцати. Одиннадцати уже книг. Одиннадцати. Двенадцатую я сейчас пишу, работаю на двенадцатой книге. Пожалуйста. И вас же хватает времени на все, Абрад Виктор. На все хватает. Ну, знаете, время это такая вещь, что кто на что его использует или тратит. Это правда. Понимаете? Поэтому мне не хватает дня, поэтому я работаю ночью. Знаете? Вот. И я глубоко люблю исследовать. Это с детства. С детства. К сожалению, я хочу сказать, что в настоящее время, вот, когда вышли компьютеры, молодежь пошла на компьютеры, и то даже и среднее, и пожилое поколение утратили интерес именно к чтению. К сожалению, да. К чтению. Да, да, да. Не только Библии, но все книги, которые написаны на основании Библии. Эти книги, они имеют глубокие темы, глубокие размышления. Туда вложено очень много энергии, знания, труда и всего. Как хочется поделиться этим, ну, для каждого человека. И хочется призвать пастырей, чтобы именно обратили внимание и говорили в своих церквах проповеди о том, что это очень важно, что мы сейчас теряем в своих славянских церквах. Очень много славянских, русских, украинских, других авторов, христианских, которые пишут замечательные книги, раскрывают глубокие темы. Понимаете? Но к ним утрачен интерес. Интерес, потому что Фейсбук заслонил все. Фейсбук, одноклассники, все заслонил. Там есть виртуальное знакомство, там есть всякие такие мимолетные интересы. А я помню, я в молодости, сейчас стараюсь эту практику подогревать, но тем не менее, меньше получается. В молодости у меня была немалая библиотека. Христианская, все знали там, где мы жили. У нас была немало, большая библиотека довольно-таки. По тем меркам, большая библиотека. И я до дыр зачитывал книги, до дыр зачитывал. К сожалению, сейчас, когда мы встречаемся, где-то там имеем какие-то общения, знаете, праздники какие-то в кругу, семейные, родственников, но не в обиду будет сказано своим родственникам, племянникам и племянницам. Айфоны вот эти, айфоны и там что-то вот, смс-ки. Вместо того, чтобы действительно... Я недавно вычитал, учеными доказано, что интеллектуально нация беднеет. Это российскими учеными доказано. И интеллектуально нация беднеет из-за того, что перестали читать. Перестали читать, но... Научились технологиям, научились технологиям, но интеллектуально мы не подросли. Да. Почему? Не читаем. Не читаем. Да, вместо того, чтобы нам рассуждать, размышлять, думать, за нас компьютеры делаем, понимаете, мы все готовы. И сейчас многие перестали считать в уме, сколько будет 13 плюс 25, понимаете, или умножать, или делить. Это то, что у нас, как компьютер здесь, в голове, мне это очень просто легко. И просто удивляешься, что молодежь образована, и даже... Ему надо на компьютере набрать 2,2. Компьютер, он так долго сильно думает. И вот смотрите, вы пишете здесь, человек живет для славы Божией. Да. Рубрика такая. Ну, видите. Две минуты. Да, вот я прочитаю, вот вы как раз такое место интересно открыли. Вот подтверждение Писанием. Смотрите, Исаии, 43 глава, 21 стих. Написано, что этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Точно. Понимаете? Это не только об Израиле сказано. Мы Новый Израиль, мы есть Церковь Христова. Это точно можно применить, что этот народ Церковь Христова я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Возвещать славу мою. То есть Христо... То есть Бог создал человека для прямой цели. Все, что окружает, все, что на небе, мы знаем, что воздает Богу славу. Всегда непрестанство. Свят, свят, свят Господь. Аллилуйя. Человек создан для славы. Да. Человек создан для славы Божьей. Для славы Божьей. Но это человек, к сожалению, забыл. Забыл. Строит себе большие виллы, красивые машины. Поружается, так сказать, в другие различные знания. Достигает чего-то материального. Ну, если достигает, значит, он любит это. Значит, он мыслит об этом. Понимаете? А вопрос в том, чтобы остановиться и задать себе большой вопрос. А все это прославляет ли моего Господа? Оживу ли я для главной важной цели, для какой я создан? Для славы Божьей. Вот вопросы надо задавать. И нужно практически, так сказать, двигаться в этом направлении. Нужно жить этим. И вот. И это иногда люди упрощают, верующие христиане упрощают этот вопрос. Вот приходят в собрания, в воскресенье. Ну, там будет петь, допустим, музыка, музыкальная группа. Или хор. Хор, прославление. Вот все. Вот. Они будут назидаться вместе. И это все. И просто иногда церковь. Церковь. Люди думают о том, что их главная цель и задача прийти в собрание. Поназидаться, посмотреть, послушать. Ох, какое было хорошее собрание. Кто-то приготовил. Кто-то молился за это. Кто-то планировал. Кто-то постился. Кто-то готовил программу. И все. Знаете. Но Бог хочет немножко не так. Мне подсказать. Кто-то хочет нашего, прежде всего, общего прославления в церкви. Общего прославления. Да, поет там группа прославления. Надо, чтобы в каждом углу нашего собрания чувствовалось присутствие Божьей славы. Его Божьи действия, Божья благодать. Потому что там, где Господь, частичка присутствия Божьего, там есть явление Божьей славы. По-другому быть не может. Это все описание я исследовал. Я написал книгу и много раскрыл эту тему там. Понимаете. И когда мы находимся в Божьем присутствии, в Господе, тогда мы находимся в присутствии Его славы. Нельзя этого скрыть. Мы не поменяем это присутствие славы на что-то постороннее, на другие действия, другие мысли, другие развлечения и еще что-то. Если мы войдем в это присутствие. Но для этого нужно взыскать и найти Господа. Господь, когда входит в наше состояние, Он вселяет в наши сердца радость. Общение, прежде всего, с Ним. В Духе Святом. Второе. Это приходит... Мне подсказывают, что мы сейчас уйдем из эфира. Я очень прошу прощения. Мы только начали говорить. Мы только начали. И час уже, кажется... Я думал об этом говорить как раз больше. Ну, окей. Видно. Видно. Это будет интерес. То, о чем вы начали говорить. Интерес. К тому, чтобы наши зрители, они приобрели вашу книгу. «Слава тебе, Господь» называется. Поэтому... Время... Час пролетел как две минуты. А мы только начали как в рейтинге. Поэтому Бог да благослови. Друзья, с нами в эфире автор десяти книг. Виктор Яковлевич Копец. Также просвитер Николай Яковлевич Копец. Гости из Одессы. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, братья. Господь да благослови вас в служении. Спасибо. Благодарим, что вы нас пригласили, что мы имели общение. Спасибо. Спасибо за эту встречу. Я всегда рад общению в эфире с братом Виктором. И мы уже с вами договорились иметь следующий эфир. Хорошо. Да, обязательно. По программе «Влияние». Друзья, итак, вот это была программа «Влияние». Мы встречались с вами. То, о чем вы слышали. То, о чем мы говорили. Принимайте. Живите этим словом. Наставлениями. Советами. Этой руководством и премудростью слова его. И Бог мира будет с вами. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова